Осознанность как умение возвращать себе внимание. Уметь не думать — искусство. И, как любое искусство, оно требует терпения и практики. Умение возвращать свое внимание от окружающего мира себе, отвоевать себе разум и тело — очень трудное. Но с помощью продолжительных тренировок осознанного дыхания вы научитесь присутствовать в настоящем и просто быть. Простейший способ начать упражнение по освобождению себя от привычных мыслей — найти несколько минут, чтобы спокойно посидеть. Когда вы сидите спокойно, вы можете наблюдать, как вас посещают разные мысли. Вы можете начать упражняться в том, чтобы не гонять их по кругу, а освобождаться от них, сосредотачиваясь на дыхании и внутренней тишине. Я знаю некоторых людей, которым не нравится сидеть неподвижно. Отдельные мои друзья находят это даже болезненным. Одна знакомая женщина решила для себя, что никогда не научится медитировать, потому что на ней это не срабатывает. В связи с этим я попросил ее прогуляться со мной. Я не называл нашу прогулку медитацией в движении. Однако мы прогуливались медленно и осознанно, наслаждаясь воздухом и ощущениями, испытываемыми от прикосновения ступней к земле. Когда мы вернулись, у женщины блестели глаза. Она выглядела посвежевшей и свободной от переживаний. Если вы будете регулярно находить всего несколько минут, чтобы успокоить свой разум и тело и свои восприятия, вы достигнете состояния радости. Эта радость подлинного спокойствия станет вашей ежедневной оздоравливающей пищей. Ходьба – замечательное средство для очищения ума без специальных усилий. Вы не должны говорить себе «Прогуливаясь, я буду медитировать» или «Сейчас я постараюсь ни о чем не думать». Вы просто идете и концентрируетесь на ходьбе. Радость и осознание приходят к вам естественным путем. Для того, чтобы по-настоящему насладиться шагами во время прогулки, постарайтесь освободиться от тревог и планов. Для того, чтобы остановить мысли, вам не нужно много времени или усилий. Сделав в состоянии осознанности всего лишь один вдох, вы уже перестанете мыслить. Вы делаете вдох и делаете шаг. Ваши мысли останавливаются через 2-3 секунды после вдоха. Если внутреннее радио «Нескончаемые размышления» все еще звучит, не позволяйте его засасывающей энергии, подобной торнадо, унести вас. Со многими это случается постоянно. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, мы позволяем мыслям изо дня в день уносить нас в неизвестном направлении. Практикуя осознанность, вы будете привязаны к настоящему моменту, где жизнь со всеми ее чудесами реальна и доступна. Вначале вам, вероятно, потребуется немного больше времени, чтобы освободиться от мыслей. Вы можете делать вдохи и выдохи на каждый шаг, 10 или 20 секунд осознанного дыхания. Если ваше внимание начнет рассеиваться, мягко верните его к дыханию. 10 или 20 секунд – небольшой отрезок времени. Один нервный импульс, один импульс к действию требует всего нескольких миллисекунд. В течение 20 секунд у вас окажется 20 тысяч миллисекунд для того, чтобы остановить целый эшелон мыслей. При необходимости дайте себе даже чуть больше времени. В течение этого временного промежутка вы можете испытать радость, блаженство и счастье от того, что мысли остановились. Ваше тело становится способным к самоисцелению. Ваш разум также получает возможность исцелять себя. Никто и ничто не помешает вам продлить радостное состояние, сделав второй шаг и второй вдох. Шаги и дыхание помогают вам исцелять себя. Идя, вы заметите, что ваш разум находится под воздействием старой привычной энергии гнева или страстей. На самом деле эта энергия всегда воздействует на вас, даже когда вы спите. Осознанность поможет различить эту привычную негативную энергию. Когда вы узнаете ее, то просто улыбнитесь ей и излейте на нее поток осознанности, волны теплой и объемной тишины. Такими упражнениями вы разовьете в себе способности отводить эту привычную энергию от себя. Вы можете упражняться в том, чтобы окружать себя широким и теплым покрывалом тишины всегда. Когда вы прогуливаетесь или лежите, или моете посуду, или чистите зубы. Тишина не означает просто молчание. Большинство того шума, от которого мы страдаем, представляют собой напряженные разговоры, звучащие у нас в голове. Мы думаем и думаем, гоняя мысли по кругу. Поэтому, начиная трапезу, мы должны напоминать себе, что собираемся приступить только к потреблению съедобной пищи, а не мыслей. Необходимо приучать себя к тому, чтобы в этот момент сосредотачивать все свое внимание только на еде и на окружающих людях. Это, однако, не значит, что мы никогда не должны думать или должны подавлять свои мысли. Речь о том, что, когда мы совершаем прогулку, то дарим себе возможность прервать размышления, концентрируясь на дыхании и шагах. Если нам действительно нужно о чем-то подумать, мы можем остановиться и обдумать это с полным вниманием. Совершая прогулки и дыхание в осознанном состоянии, мы способны созерцать все окружающие чудеса жизни. Поэтому непроизвольные мысли рассеиваются очень легко. По мере того, как мы будем осознавать, что нам становятся доступны многие радости, счастье начнет охватывать нас. Если в небесах светит полная луна, а мы думаем о чем-то отвлеченном, то для нас луна исчезнет. Но если вы сосредоточитесь только на луне, другие мысли, естественно, остановятся. Тогда вам не нужно будет заставлять себя не думать, запрещать себе думать или ругать себя за то, что вы думаете. Само по себе молчание способно принести человеку значительное умиротворение. Если мы можем обеспечить себе глубокую тишину, ни о чем не думая, то в этом покое мы обретем восхитительную легкость и свободу. Умение переключать внимание с мыслей на происходящее в настоящий момент составляет основу практики осознанности. Мы можем заниматься такими упражнениями в любой момент и в любом месте, получая новые удовольствия от жизни. Мы можем наслаждаться приносящим отдых отключением мыслей и речи всегда, когда готовим еду, работаем, чистим зубы, стираем одежду или едим. Упражнения в осознанности не обязательно подразумевают медитацию в сидячем положении или выполнение каких-то внешних действий. Смысл в том, чтобы развивать навык заглядывать внутрь себя и находить внутренний покой. Если мы не добьемся этого умения, то не сможем справиться со скрытой в нас энергией насилия, страха, трусости и ненависти. Когда наш разум мечется и продуцирует шум, внешнее спокойствие — обман. Но когда мы находим пространство и покой внутри себя, мы естественным образом излучаем мир и радость. Мы становимся способны помогать другим и создавать здоровую атмосферу вокруг себя, даже не произнося ни одного слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok